Луана, да не бойся ты стоматолога, даже не почувствуешь, как все закончится. Честно, честно, ну конечно. Не ходи туда, там дрелью сверлят зубы. Луана, да не слушай ты его, это же все неправда. Беги, глупая девчонка, не повторяй моих ошибок. Всем лунь, я хочу вам признаться, да, я боюсь абсолютно всех врачей. Но этот страх не был у меня с рождения, он появился примерно в 5 лет. Потому что моя бабушка постоянно мне говорила. Луана, если ты проглотишь конфету, то умрешь. Так что кушай аккуратнее. И знаете, что произошло прямо в этот момент? Я проглотила ее, да, проглотила огромную конфету в виде цветочка. И тогда я в прямом смысле начала готовиться к смерти. Ну что, Луана, вот и настал твой черед. Ты и так прожила хорошую жизнь. Я же не знала, что конфета может привести к такому. Смерть отменяется, иди кушать. Ну да и правда, пойду лучше по ажеру. С тех пор я так сильно полюбила жизнь, что с такой же силой начала бояться врачей. Однако, я вообще не обращалась к ним и была здорова, как бычок. Но в 14 лет мне сказали на школьной комиссии, что нужно делать операцию на родинки. Какую операцию? Это же всего лишь родинки. Луана, вы поймите, это не просто родинки, а очень большие родинки. И они могут навредить вашему здоровью. Родинка? Навредить здоровью? Я вообще к ней привыкла. И знаете, как я ее ласково называю? Луана, прошу вас, успокойтесь. Ну вы знаете. Луана, пожалуйста. Какашка! Вот как я ее называю. Объясните мне, чем вам помешала моя какашка? Вы слышали? Там какие-то какашки достают. А я лучше отсюда пойду. Как вы уже поняли, переубедить доктора мне так и не удалось. И уже на следующей неделе я поехала ложиться в больницу. Со мной в палате лежали двое девочек. Маша и Инга. С ними, кстати, есть еще одна забавная история. Они вдвоем лежали с аппендицитом, а я с родинками. И знаете, в чем было наше различие? Им каждый день ставили уколы прямо в попенции. А мне нет. Да-да, нашла чем хвастаться. И Маша была очень шустрая девочка. Очень шустрая. Ну-ка, иди сюда. Это недолго. Ага. Я не сдамся тебе так просто. Ой, ну догоню же. Бабоньки, ловите ее. Маши никогда не сдаются. М-да, как видите, с ними было очень весело. И время летело незаметно. Но вот, настал тот день, где меня ожидала операционная палата. А перед этим ко мне зашел мой врач. Посмотрел на родинки и сказал. Ну, Луана, у вас же просто родинки. Вы можете трусы не снимать. Запомнили? Он сказал, не снимай трусы. Через минут 30 за мной заезжают санитары на каталке, чтоб уже увезти меня в то зловещее место. Я вся на взводе и на панике, лежу на этой каталке, и меня уже везут по коридору. Как вдруг одна из санитарок мне говорит. А ты что это, трусы не сняла? Иди снимай. Мне вообще-то сказали, что их не надо снимать. Не ври. Снимай давай трусы. Я не буду снимать трусы. Снимай, говорю. Нет. Снимай. Сами снимайте труселя. Что? Ничего. Мы с ней всю дорогу спорили насчет трусов. Смешно звучит, конечно же. И я оказалась права. А-а-а. Мы заехали в операционную комнату, и тут я вижу белые стены, белые аппараты. Да там все было белое. И вот меня уже укрыли простыней. Все было сделано так, что я ничего не чувствую, но все вижу. Я просто лежала, смотрела в потолок и размышляла о бытие своем. Например, о том, что сейчас делают мои игрушки. Вдруг они живые и сейчас захватывают мой дом. Да не, бред какой-то. И вдруг на стене я вижу тень. Ох ты ж, ежики-морежики. А-а-а-а. В Илана, отдай мне свою душу. Не, у меня невкусная душа. Не-не-не, все было немного по-другому. Не надо забирать мою душу, не надо. А-а-а. А с ней все в порядке. Блин, и это было на самом деле. Доктора меня успокаивали, наверное, минут 30. И только потом я собрала все силы в кулак. Начинайте Короче, сделали мне эту маленькую операцию И от моих родинок остались только шерамики И больше я в больницу Ни ногой, ни руками, ни ухом, ни трусами Ой, я что это вслух сказала? А еще у меня есть своя страничка ВК И каждого второго сегодня Я буду добавлять друзья Ссылочка в описании Понравилась эта история? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал И нажимай на колокольчик А с вами была Луана Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok